Результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения гласят, 44% россиян считают, что чаще всего жертва насилия виновата сама. 58 респондентов не верят в то, что нынешнее законодательство надежно защищает женщин от насилия в семье. 50% опрошенных уверяют, что публичное заявление о насилии разрушает традиционные ценности. Часто женщины живут с убеждением – бьет, значит любит. Это заблуждение подкрепляется советом «Не выноси ссор из избы». Все это приводит к тому, что женщина, встретившись с домашним насилием, не рассказывает об этом близким людям, не спешит в полицию, обвиняет себя и прощает обидчика. Клинка считает, что ответственность за так называемую благополучие в семье он несет женщины. Поэтому даже если отношения не совершаются с насилием, значит она где-то недостаточно, условно, хорошо относилась к своим функциям. И поэтому, да, действительно идет очень мощная стегнетизация женщин со стороны общества. И женщины также сами могут себя дополнительно стегнетизировать, поддерживая подобное точку зрения. 3 июля вышел федеральный закон номер 323 и номер 326, которыми внесены изменения в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс об административных правонарушениях, как раз в части побоев. Статья 116. Теперь предусмотрено, что совершаются побои лицами, состоящими в родственных связях. Возбуждается уголовное дело не иначе, как по заявлению потерпевшего. И прекращение уже не подлежит за примирением сторон. Домашнему агрессору грозит до двух лет лишения свободы. И бытовое насилие – это не только побои. Это повторяющиеся случаи словесного и психологического, сексуального и экономического давления. Завидимость заботы, власть и контроль над жертвой. Семейно-бытовые преступления – это одна треть уголовных дел, направляемых в суд. Для помощи пострадавшим по стране созданы специальные кризисные центры. В некоторых городах женщинам предоставляют и убежища. Дома спасения принимают переживших насилие и тех, кто находится в иной трудной жизненной ситуации. В апреле 2015 года на базе нашего центра открыто отделение – социальная гостиница для женщин с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или кризисной ситуации из городов и районов Ульяновской области. Мы оказываем помощь всем, кто к нам обратился. И женщинам предоставляется временное проживание, питание, медицинское, социальное обслуживание. Здесь работают квалифицированные специалисты, юристы, педагоги, психологи. И мы оказываем помощь и помогаем женщинам решать те индивидуальные проблемы, которые у каждой из них возникли. По данным МВД России за 2014 год, из 4 миллионов человек, совершивших насилие в семье, только 205 тысяч – люди с неустойчивой нервной системой. 400 тысяч – алкоголики, 40 тысяч – люди с ментальным расстройством. Подавляющая же часть агрессоров – 3 миллиона 35 тысяч – это обычные люди. Таким образом, домашнее насилие не зависит от социального и экономического статуса ни женщины, ни мужчины. И очевидно, что наряду с ужесточением ответственности за насилие необходимо меняться и самому обществу. Как видим, изменения медленно, но происходят. Сегодня искоренение в себе покорности, неуверенности и слабости даст больший шанс на спокойную жизнь в патриархальной среде. Анжела Забашта, Константин Никитин, Олег Тоньшин, репортер 73.